Переходим в Tools, C-Design, это, собственно, третья часть, сюда может быть отдельного человека, который не умеет программировать контроллера, но который зато четко знает, что он хочет, чтобы у него температура такого-то воздуха показывалась на таком-то входе, можно хоть из маски, хоть из страды же отводить, можно хоть с тендалоном, но тогда придется опять репозиторию указывать. Конфигурация по умолчанию в шаблоне есть, она для широкого контроллера, давайте создадим для узкого, у кого компьютер 1366 мониторов по ширине, этих кнопок не видно, в системных требованиях, кстати, 1366 точек заявлено, видна начинается с 1400 точек, там если есть поддержка более высоких разрешений, то иногда на Windows XP не на всех. На некоторых, видимо, это как-то зависит от драйверов, вдруг эта кнопка начинает показываться даже на 1024 в ширине, но эта Windows XP, она вообще официально не поддерживается, на всех нормальных компьютерах, у кого разрешение меньше, чем 1400 точек в ширину, этой кнопки не видно. Значит, смотрите, чтобы создать новую, нажимаем кнопку Create New, потому что значения тут ее нет, здесь, значит, вот здесь уже называем конфигурацию, допустим, mini, ну, например, mini 1, там, неважно, и железку вот здесь вот, вот здесь вот, на этом уровне уже привязываемся к железу. Выбираем Pico, C-Pico, mini, ok. На самом деле здесь, конечно, в этом может сидеть, так как у нас универсальное же приложение, оно у нас оторвано от железа, само приложение. Поэтому здесь мы можем создать нескольких конфигураций. Дальше, значит, создали, дальше Next. Здесь у нас открывается уже форма, в которой доступны вот эти, собственно, редакторы C-дизайна, но здесь еще надо привязаться к типоразмеру. Я выберу High-End. У нас High-End, потому что от этого будет зависеть, что, смотрите, Basic, допустим, выбрал, у меня тут портов, видите, только один. Выбрал, допустим, Enhanced, у меня тут портов, видите, уже вот такие, три, но вот здесь, в RS-485. Потом выбрал High-End, у меня тут порт, видите, уже Ethernet. Поэтому здесь, в общем, желательно выбирать то, что надо выбирать. Значит, смотрите, здесь у нас семь редакторов. Из них нужны раз, два, три, четыре, пять. Win, Mask, Wizard, Editor, вещь, находящаяся, так сказать, в начальной стадии разработки, можно даже не заглядывать, на досуге можете поиграть. Там попытка была сделать, сгенерировать интерфейс пользователя автоматически. Input, Output, Editor. Это главное. Нажимаем кнопку, открывается вот такой образ. Можно работать в виде такого образа графического контроллера, можно работать в виде таблицы с этими входами и выходами, может быть даже с таблицей удобнее. Ну вот, ну давайте, раз картинку нарисовали, Design View. Ну вот, значит, здесь у нас образ нашего контроллера, входов-выходов указано столько, сколько вот есть на выбранном типоразмере, на УС-ХН. И, к примеру, я хочу использовать универсальный вход-выход-выход-выход-выход-выход-выход-выход. Кликаю по нему два раза, небольшая такая формочка, в которой я должен первое решить для себя, что это будет. Аналоговый вход, аналоговый выход, цифровой вход там. Ну, я выбрал аналоговый вход. Как и в старой платформе, там было два входа аналоговых, которые можно было сделать вот этими быстрыми счетными входами. Их там можно назвать счетными кодами, они будут писать там какие-то системные переменные. Либо каунт, это счетчик импульсов, он считает их. Либо он умеет мерить частоту до двух килогерц. Выбрали, допустим, аналоговый вход. Дальше выбрали переменную, нашу SATEM. Она у нас была отмечена, да, мы выберем. И должны выбрать тип датчика. NTC, например. Это тот необходимый минимум, который, в принципе, мы должны сделать для того, чтобы вход... Все, сконфигурировался правильно, заработал. Помните, мы с вами создали специальную переменную, которая типа error. Естественно, я могу ее сюда, вот она, senseAlm, и добавить. Что будет происходить с этой переменой? Эта переменная не булева, это переменная integer. И в нее будет писаться не просто alarm, не alarm. В нее будет писаться код тревоги. Вот здесь есть help, F1, input, output, ready. Собственно, вот такие значения может принимать эта переменная. Соответственно, вы можете не просто сказать, датчик сломался или не сломался. Вы можете более четко идентифицировать. Датчик оборван, датчик замкнут, для резистивных датчиков, ПТ-1000 и так далее. Или датчик оверфлоу, напряжение больше, чем в диапазоне 0,10 будет. Я, на самом деле, пошел другим путем. Я не стал все это расшифровывать. Хотя у нас есть, знаете, sample, там такие, вот в alarm, variables, туда можно это писать. Ну вот, я сделал по-другому. У меня логика примитивно простая на стороне C-Strategy. Если переменная равна 10, значит не error. Если она не равна 10, значит error. Датчик работает или не работает? Значит, смотрите, фильтр. Этот фильтр есть и в Antube. Только вот там в виде системных перемен. Там по умолчанию всегда стоит пятерочка. Она измеряет сколько-то там значений за 5 секунд. И средний из них берет, значит, в качестве... Дальше, значит, самое большое это 9. Самое маленькое это 1. Самое средненькое это 5. Я обычно оставляю вот так. Тем более, что МСД фильтруется. В принципе, этого достаточно даже вот без этого, да? Чтобы закончить с этим, да? Но смотрите, какие здесь еще есть фичи. Это то, что этот датчик может быть не НТЦ, а может быть, например, 0.1 Вольт. Тогда, значит, здесь мы должны вбить его диапазон. Вот это до. Он сразу будет автоматически преобразовывать внутри вот этот модуль программы, процесс, который с датчиками работает. Вам не надо будет уже на стороне C-Strategy преобразовывать вот это, как мы раньше делали. Если кариаловский датчик, то он будет от минус 30 до 70, все 100%, да? И если там кариаловский датчик влажности, то он будет от 0 до 100% все 100%, даже те, которые мерят 10-90. Диапазон все равно задавать от 0 до 100, это написано в мануале для датчиков. Чужие датчики там из мануала на чужой датчик берете эти значения. У кариаловских температурных, у них у всех, даже на датчике написано минус 20-60, все равно надо ставить минус 30-70. У них просто погрешность заявленная, 10-90 укладывается, а дальше она не укладывается. Ну, соответственно, здесь задается диапазон. Следующая фича. Здесь есть возможность использовать не только вот тупо назначенные, допустим, аналоги в ход. Если вы делаете конфигурируемое приложение, из-под прямо ю-кодиска интерфейса, то это может быть и link-to-wireable. Здесь нужна переменная целая, с помощью которой вы будете выбирать, что же это будет за вход. Но обратите внимание, в этом случае вы можете выбирать только между входом и выходом. Недаром она называется direction. Вход и выход. Да и им как бы выпадает. Видите, тоже ноль. Нет, не выпадает на самом деле. Если вы хотите конфигурируемое именно приложение, тогда выбираете здесь link-to-wireable. И если вы хотите, чтобы вот это link-to-wireable стало вдруг цифровым входом, вы просто традиционно выбираете пятый тип аналогового хода, on-off. Ну, тогда вам на той стороне, да, на стороне стратегии уже придется поставить этот пресловутый компаратор, который будет тысяча, не тысяча, грубо говоря, мерить. Вот этот легитимный тип, on-off, он в единицу перещелкивается, когда именно становится топ-100. Вот так. Соответственно, это тоже может быть link-to-wireable. И, соответственно, тоже это управляется оттуда. Я писал, что матка довольно хитрый получается, потому что здесь не только вход цифровой или аналоговый, здесь еще и выход аналоговый. То есть, у нас там много всяких переключений внутри происходит. Есть у нас on-аналоговый. Видите, здесь у нас возникает сразу тоже выбор. Либо он 0.10 вольт, либо он там PWM, либо он тоже link-to-wireable. Тут, в общем, понимаете, гибкость почти абсолютная. Обращаю ваше внимание, если вы будете с конфигурациями запутываться, с конфигурируемостью, здесь, когда мы выбираем in и датчик, например, ntc, да, видите, у нас фильтр по дефолту 5, а если мы выберем on-off, то он становится, видите, 2. Если у вас это везде link-to-wireable, то он, в общем, сами понимаете, это ваш этот макрос, который все это будет делать, он должен составить сам. Потому что, если вы оставите здесь по умолчанию пятерку, выберите, допустим, здесь 0.5, 0.0, on-off, оставите здесь фильтр 5, потому что если вы привяжетесь к link-to-wireable, никто за вас это не поменяет, да, то он, в общем, сами понимаете, срабатывает с тормозами соответствующими. Защелкнулся, а у вас через несколько секунд отщелкнулся. Ну вот. Соответственно, вам надо будет менять фильтр самостоятельно. На стороне уже стратегии. Поэтому здесь вот это вот все хозяйство, оно может быть либо фиксировано, выставлено здесь, либо вы можете сослаться, не все, а даже вот взять любой из параметров и сделать его сослаться на переменную. Ну, конечно, если делать конфигурируемость, то собрать все сослаться на переменную, и там уже работать полностью с этими переменными, как с конфигуратором, да, вот таким приложением. Окей. Ну и так дальше действуйте, соответственно. У вас 10 универсальных входов-выходов. Вперед. Дальше. Есть чисто цифровые входы. Две штуки на high-end версии. А ситуация аналогична. Говорит, что variable будет. Ну, пускай. Ну, здесь у нас, кроме de-in, тоже ничего нет. Дальше. Есть чисто аналоговые выходы. Две штуки на high-end, где, да, in-x, 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 in-x. Ну, здесь в общем относительно все просто. Здесь просто выбор побольше. Вот здесь. Здесь есть синхронизированные с основной частотой. Это когда компрессор, контроллер у нас запитывает переменкой, когда в этом случае. Ну, это для всевозможных фаз-каттеров там и так далее. 0,10 простой и 0,10 вольт slew rate. Это нормированная скорость нарастания. Ну, там небольшой диапазон. Ее наклонить можно незначительно. Вот. Ну, и с релями. Реле, значит, здесь очень аналогичная ситуация. Тут тоже есть опции. Вот наш компрессор. Видите, тут есть задержанный реле, циклик, delay, relay, no, циклик. Ну, смотрите. Аналогичные фичи, в принципе, были в банту, только с помощью специальных атомов делались. Там был атом dout on off. Это, по-моему, вот этот вот циклик реле. В хелппе. В хелппе, в общем, тут четко расписано, что есть что. Вот, вот они. Что и как. Я просто еще не запомнил эту таблицу, поэтому вам комментировать не буду, чтобы не вводить заблуждение, кто даже картинки нарисовал. Стандарт – это просто реле. Включили, выключили. Делает это там задержка, как она инвертируется. Вот был еще инвертор такой же аналогичный. Дело в том, что когда здесь вы выбираете эту опцию, она работает с миллисекундами. Здесь можно всякие шимы строить в легкую, потому что это тоже могут быть переменные. Всякие шимы для электроколориферов там строить, которые не надо включать в миллисекундах. Здесь можно работать, скажем, 10 тысяч миллисекунд. 10 секунд получается. Ну вот, соответственно, если переменная, можно, скажем, работать с частотой шим, там, там, 10-20 секунд, спокойно электроколорифер комфортно управляется. Если работать с винтовыми компрессорами, с некоторыми, там есть такой вот слайдер, так называемый, там такой соленоидный клапан, он открывается очень коротенько так. Там буквально десятки миллисекунд, там довольно точно надо вычислять. Это, в принципе, сделано для этого. Ну и все, значит, наши компрессора давайте-ка нацепляем там. Раз уж они у нас там сделаны. Так, комп 11.2. Все. Если у нас был бы table view, ну мы, собственно, прямо здесь будут таблицы работы. Поэтому, здесь, как бы, все просто. Save. Скажем, в проекте, когда у вас возникает, значит, solution этот. Сейчас я здесь. В презентахе он описан в том месте, но я покажу. Ну вот она в наших коппи, да. Вот он наш проект AVA3. Вот тут есть папочка Configuration. Там, видите, такое вложение двойное. Это сделано специально. Это еще адаптировано под наш специальный облачный сервис, который хранит эти приложения. Поэтому там, видите, AV вложен. Вот еще один. Вот он. Здесь есть Configuration пап. Дальше там. В ней вложено столько папок, сколько у вас девайс. Открываете, и вот он Device. Открываете, и вот это вот, собственно, и есть репозиторий. Следующий. Значит, Protocol Editor. Кликаем. Значит, здесь подход немножко другой. Не такой, как был раньше. Здесь он, в принципе, отличается от того, что было раньше. Ну, наверное, довольно сильно. Сначала мы вообще не работаем с портами. Вот они, порты здесь, а мы, в другой стороне, видите, за границей. Мы в контроллере. Значит, нажмем кнопку Add, у нас создается такая New Line. Линия. Мы назовем эту линию, ну, например, Carial Slave. Дальше выбираем протокол для этой линии. Ну, в данном случае, это Carial Slave. Дискриптор, как хотим. Окей, вот мы создали, законфигурируем линию. Красная пока не доделали. Потому что пустая линия осталась не может. Вызываем ее на редактирование, либо Edit, либо два клика. Это Carial Protocol. Соответственно, здесь в сеттингах у нас пик-адрес, там тайм-аут, там вот этого оплывения онлайнов, там и так далее. Здесь переменную можем создать, которая будет говорить Online Error, там, Энергия Error. Этот, вот, помните, конвертер этих измерений с измерения. Все это, естественно, может быть переменными. Ну, для адреса это вообще очень целесообразно сделать было бы. Но, эти-то не знаю, как вот это вот, допустим. А для адреса, очень целесообразно было сделать ее переменными. Дальше, значит, Variables. Здесь все очень просто. Булевую переменную. Нажимаю кнопку Add Boolean. Выбираем переменную. Из нашего списка выделенных, там у нас Compressor 1. Здесь назначаю индекс, либо по умолчанию, которое предлагают, либо меняю. Здесь, значит, Read Write или Read, Ну, в данном случае, Read. Дальше. Add Boolean. Read. Compressor. Compressor 2. Add. Read. Compressor там, следующий. Вот так дальше. Скажем, когда у вас, ну, дальше потом, выбираем Integer. У нас, у меня там, правда, Integer, ничего нет. аналоговый. Допустим, говорю, что там Read, Satemp. Дальше. Опять аналоговый. Read Write. Setpoint там у меня была. Ну, и так дальше. Так, хмуро набиваем эту табличку. Дальше, эту табличку также хмуро экспортируем. Либо просто в текст, либо в 2CF. 2CF, если работали с PlantVisor, то у него был такой Device Creator. В Device Creator импортист 2CF и делается там прописка в PlantVisor. Если Normal, то это просто будет в текстовое файло. Это, в общем, для кариевского протокола, сами понимаете. Здесь у нас выбор небольшой. Boolean, Integer, аналог. Ну вот. Если надо сделать Remove, выделяем, нажимаем крестик, делаем Remove. Если, значит, набили список, делаем экспорт, сохраняем текстовый файл. Для чего? Для того, чтобы в следующий раз это не заниматься, а просто сделать импорт. К примеру, очень простой случай при использовании экспортированного этого файля под текстовым. Допустим, мы здесь же создаем еще одну конфигурацию, но в ней будет другой набор входов-выходов. В этой же другой конфигурации соответственно у нас будут и другие линии, другие протоколы тоже будут создавать. А мы только что создали. Отличается только входов-выходов. Все эти перемены точно такие же. Берем импорт, берем файл, который только что создавали, и вот он здесь. Это раз. Или, допустим, у вас возникает конфигурация, которая похожая очень. Скажем, перемен их предыдущих не хватало, лишних есть. Импортнули, лишние поудаляли, осталось меньше. Ну, и так далее. Все, close. Больше у меня нечего тут добавить. Пока, видите, она живет своей жизнью. Я здесь же могу, допустим, сделать еще одну такую же. Просто взять, планировать, и в ней там поменять перемен, другой набор перемен. И она будет висеть. Ну, просто вдруг у меня, вы смотрите, у меня в одном дне в гипермаркете требуется, чтобы Satem был на первом адресе, а во втором на втором. Дальше, значит, могу создать линию. Дальше здесь выберу Modbus. Слейф. Выбираю протокол Modbus. Слейф. Ну, и редактирую линию. Здесь отличие будет только в том, что я здесь буду работать с типами данных Modbus. Там у меня были кариловские, булевые, интежеры и аналоговые. Здесь у меня будут Modbus. Типа данных, регистры, пойлы и так далее. Давайте одну сделаем. Значит, ну вот, регистр номер 0, переменная будет сиппойм. Дальше. От input регистра. Переменная номер 0, значит, будет она Satem. Здесь, смотрите, есть какая хитрость интересная. Видите, они же у нас real тип, и по умолчанию передаются как бы двумя регистрами с плавающей пелочкой, да, там получается данные. Но жизнь показывает, что не всегда на другой стороне это могут понять и поддержать эти двухбайтовые системы тип float, да. Если на другой стороне нас совсем не хотят понимать, то мы можем здесь выбрать один, размер единичный, то есть, если будет в один регистр, тогда знаете, что произойдет. Здесь автоматически произойдет округление и перевод в целую форму, да. То есть, будет нормальный, более-менее традиционный 16-битный регистр монбасовский, в котором будет точность, допустим, аналогов величины с точностью до одного знака после запятой, но этот знак, естественно, передаваться не будет. С другой стороны, люди его нарисуют. Это возможно сделать вот так. Можно сделать вот так, например. Это вот так, а это вот так. То же самое экспорт-импорту. Здесь еще есть экспорт. У нас есть вот такая панелька. она в ней разработка ведет в своей среде, чтобы потом не надо было такую таблицу набивать еще в ней. CSV в ее формат, там импортнуть этот файлик, и там сразу табличка появится. Дальше, давайте еще одну линию сделаем. назовем ее Carial.st. Протокол выберем Carial Master. Здесь, если вы делали это, настраивали Carial Master в Antutu, там это был набор всяких атомов, макроблоков и так далее. Было хлопотно. Здесь, в общем, чуть-чуть побольше, значит, в Line Properties, да, значит, здесь период опроса, там, попытки, там и так далее. традиционные такие параметры для мастер-протоколов. Здесь, значит, на этой стороне. Сначала мы создаем устройство, которое будем опрашивать. Значит, говорим, что это будет, ну, оставлю по умолчанию, девайс 1. Здесь будем, не будем, или Link to Variable, да. Это его устройство, адрес этого устройства или переменная, содержащая адрес этого устройства. Создали. Дальше, Edit. Здесь мы уже говорим, что мы читаем переменную с индексом 1, booleo, и пишем ее в нашу переменную с индексом, ну, с комп 1, например. Но у меня других нет, поэтому вот. Комп 1. Окей, да? Набиваем эту табличку такими переменными. Ну, допустим, аналоговую, да? Говорим, что мы будем читать аналоговую переменную с индексом 1 и писать ее в свою переменную с ипоинга. Окей. У Cariel протокол и так достаточно, ну, нормально, быстро он сравнитый протокол, потому что там данные передаются, если они меняются. Но здесь мы можем оптимизировать. Это поле нуждается, потому что, видите, no read по умолчанию стоит, write в каждом цикле. Смотрите, что будем делать с этой переменой? Читать в каждом цикле не будем ее передавать. Читать в каждом цикле будем передавать только когда она изменилась. Это вот такой правильный, наверное, путь, да? Самый правильный. Читать в каждом цикле передавать, когда изменилась и передавать, когда устройство в онлайне появилось. Это вот, наверное, чтобы обновить в нем это, наверное, правильное решение. Не будем читать, будем только передавать по изменению, это для всевозможных параметров, да? Не будем читать, будем передавать в каждом цикле. не будем читать, будем передавать по изменению по онлайну, в общем, и будем читать, когда появилось в онлайне, не будем писать там, чтобы обновить на этой стороне, да, ну и будет, еще такой правильный, read online и write change, да, тоже правильно, ну, в общем, выбираем подходящий для своей переменной, это позволяет оптимизировать, в принципе, трафик сети для модбаса, где, в общем, он такой сравнительно медленный протокол, ну, для него в принципе, это позволяет, в общем, серьезно улучшить быстродействие. Потому что в модбасе там ровно то же самое будет, в модбас мастере. В общем, набиваем, 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 набиваем. Здесь, значит, это настройки того, что сколько мы за одну команду будем читать булевых переменных, можно ограничить, потому что раньше в старой среде вообще настройки таких не было. сколько мы можем записывать одной командой булевых, да, точек. Ну, в общем, они поступили так, запись мы будем по одной делать, а читать мы будем все оптом практически. Здесь все встают, ну, они булевые, понятно, они короткие. Здесь просто в хелпе, я думаю, ну, так как я и говорил, да, максимальное количество точек, да, которые могут быть считаны одной командой. Значит, там он весь массив данных, это тянет, здесь у него там, он есть. Значит, здесь, соответственно, могут быть записаны write, ну, вот, в общем, это такие, здесь тоже можно, понимаете, здесь, ну, скарил протокол, я, может, там вообще бы ничего трогать не стал, а на модбасовской стороне такую же штуку настраивать, может быть, бывает и стоит, потому что, понимаете, здесь в данном случае речь идет не об обмене со скадой, обмен девайс-девайса. Бывают девайсы, у которых с производителем наложены ограничения. К примеру, допустим, кариловский контроллер может, по-моему, под одну команду, модбасовскую, отдать сразу 128, по-моему, корил, что-то типа этого. А есть устройства, которые могут отдать только 8, и поэтому бесполезно спрашивать у них 128, если они могут отдать только 8, мало того, это может привести, наоборот, к тормозам, потому что будет ждать, где мои листы, 28. А может, еще потом она пишет, что он оффлайн, или еще что-то. Поэтому, для карилова, может быть, это не актуально, вот такого. Ну вот. А для модбаса аналогичный параметр очень актуален. Допустим, у нас не один такой контроллер, мы собираемся, не одно такое устройство опрашивать, а у нас там типовые какие-то устройства стоят, типа Pika E, там, да. Смотрите, допустим, у вас, это, например, Pika E, он, оказывается, такой умеет работать. И у вас их там 5 штук. Или, скажем, датчик вот какой-нибудь такой вот, беспроводный, на R485. И вот такой, здесь просто переименовали, как вам красиво кажется. Может, мы же табличку уже забили туда. Чтобы основы не забивать 5 раз. Соответственно, вы можете управлять в этом, сейчас будем опрашивать этот датчик, сейчас не будем опрашивать. Это можете делать. Чтобы, опять же, оптимизировать. Ну вот, значит, естественно, этот мы можем экспортнуть, конфигурацию, импортнуть и прочее. Ну и последний, значит, вариант. Естественно, и мастеров здесь мы можем сделать несколько. Заготовить. Потому что, одновременно использовать мы Carial Master больше, чем один раз не сможем. А заготовить себе сможем. Здесь, в общем, какое-то количество. добавляем, вот, Modbus Master можем два раза запустить на одном контроле. Говорим, что это будет MB, MST. Вот так, Мастер, Modbus Master. Все, окей. Аналогично вызываем. Добавляем. Здесь у нас, смотрите, либо сериал или IP-шник, сюда, значит, соответственно, либо WRS 465 индекс, либо IP-шник, Ethernet, да, в этом IP, Modbus, TCP IP. Либо, если мы работаем с DNS, то тогда, значит, сюда имя, хоста, все как положено. Но. Вызываем его на редактирование, набиваем регистрами, там, традиционным образом, оптимизируем, да, здесь, это уже для Modbus, там, она будет у нас какая. будет у нас протокол, и она у нас будет User Interface, так, окей, еще вторая нужна. Дальше, значит, мы сейчас здесь покажем в какой-нибудь маске. в какой-нибудь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот эти мы будем читать... А, сори, они не холдинговые, они не будут регистрированы... Окей, вот... Устройство у нас будет 128... Окей... Вот, собственно, вот это мы заготовили эти линии... Так, теперь... Ну, как сказать, что эта линия будет на этом парте? Да, очень просто... Как сказать, что Carial Modbus Slave там или Carial Slave... А Modbus Slave будет на этом... Вот так... Здесь у нас не помещили... Так... Дисплейный порт... Здесь, вы смотрите... Во-первых, не обязательно делать вот так... Здесь я жестко прицепил, что вот эта линия будет на этом парте... Но... Здесь я могу сопоставить переменную... Которая будет менять мне эти линии... Какие значения принимать она будет... Следующее... Знаете, у каждой линии есть свой ID... Вот... 0... 1... 2... 3... И так далее... Соответственно, в этой переменной... У меня будет... 0... 1... 2... 3... Это будет целая переменная... Здесь, в общем, скорости обмена... Все стандартно... Тоже могут быть... Через переменные назначены... При этом, смотрите... Здесь есть одна тонкость... Здесь... А... Эти переменные обязаны быть... Retain... Нерго независимой памяти... Б... В них... Должна быть обязательно... Initial Value или... Depth Editor... Какая-то... Value... Легитимная... То есть... Допустим... 19200 для... Бодрейта как минимум... Или там... 4... Не важно... Легитимная... Если вы сделаете... Например, 10... Контроллер сразу увольнется... Сразу увольнется... System Error... И работать не будет... То есть... Ему надо легитимное значение... Скажем... Если вы хотите скорость поменять... Скажем... Скажем... Если вы хотите скорость поменять... Скажем... Параметры порта... Выбор линии... Там... Да... Или там... Протокол... То бишь... Протокол... Да... Или параметры порта... Другие... Контроллер надо... Перезагрузить... Пока не перезапустится... Новые данные... Не применятся... Так... Дальше... Значит... Ethernet... Здесь... Возможно... Допустим... Запустите... Одновременно... Через интернет... Никакой проблемы... У него... Производительности... Хватает... И... Соответственно... У него... Останется жить... Веб-интерфейс... Этот... Мастер... Слейф... Будет жить... И... Всего... Хватит... Cancel... Еще... Важный... Важный... Нюанс... Дисплейный порт... В общем... Он... В принципе... Предназначен... Для включения... Внешней панели... Да... Но... Никто не мешает... Нам... Сделаем... Вот так... И будет... Или скажем... Возьмем... Подложим... Переменную... Будем назначать... Что-нибудь... Подходящее... Для... 485... Замечательно... Но... Если я так сделаю... То уже... Внешнюю панель... Вы к нему не подключите... Протокол другой... И... Все... Удовольствие... Заканчивается... Причем... Даже если я просто... Подсуну ему сюда... Переменную... Все... Все удовольствие... С дисплеем... Внешним... Заканчивается... Если ничего не привязано... То дисплейный порт... Заработает с дисплеем... Если хоть что-нибудь... Привязано... Даже переменное... Даже если вы ничего... Не подключили к нему... Все... Дисплей... Он уже бесполезно... Он уже не увидит... У дисплея... Там просто свой протокол... Там старый... Пилановский протокол... А здесь уже... Всякие... Могбасы... Карелы... И так далее... В общем... Так мы назначаем... Разные протоколы... На портах... Может раньше как... Раньше у нас было просто... Переменное... Который был тип протокола... Да... Мы меняли переменную... У нас был тип протокола... Теперь немножко... Все погибче... Мы сначала создаем протоколы... Такие какие хотим... Мы можем... Скажем... Сделать... Три варианта... Могбасмастер... Разных... Да... И переключать их... Этим... Из вот... Айди... Значит... Это... С протоколами поработали... Деф-эдитер... Ну... Тут все... Примитивно... Просто... Здесь у нас... Те переменные... Которые применены... Использовались... Там... Или не использовались... Здесь значение... Которые мы... Вводим... Да... Мы хотим... Чтоб... Сеппоин был такой... Мы хотим... Чтоб... Там... Делай там... Был такой... Неважно... Если мы здесь их не ввели... То... Присводится... Initial Value... А... Если... Значит... Initial Value не ввели... Ну... Значит... Присводится... Так... Log Editor... Здесь... В общем... Тоже... Ничего страшного... Нет... В общем... Смотрите... У нас... Есть возможность... Создавать... Несколько логов... Да... Но... Суммарный... Суммарный... Объем... 4 Мегабайт... Поднимка... Из-за резервула... Как создать... New... Называем... Как-нибудь... Значит... Он может быть... Либо по... Событию... Либо с... Периодичностью... Да... Значит... Дальше... Значит... Edit... Здесь... Мы говорим... Что у нас будут... Переменные... Вписаться туда... Room... Rush... Satem... Ram... Rush... Вот этим... Например... Да... Дальше... Мы говорим... Что эти переменные... Будут записываться... Там... Раз... 30 секунд... В течение... Там... К примеру... Одного... Месяца... И говорим... Что... Окей... Да... Здесь... Видите... Покраснели... Теперь... Мы возвращаемся... Сюда... Говорим... Что секунд будет... Двадцать... Говорим... Окей... И... Видите... Мы перестали проснуть... Ну... Собственно... Если хотим еще... Создаем еще... Главное... Поместиться... Вот... Видите... Сейчас... Полтора... Мегабайт... Из четырех... Ну... Ничего... Save... Конфиг... Конфиг... По большому счету... Это... Тот же самое... Системное меню контроллер... То... Что мы можем менять... Через системное меню... Мы можем менять... Здесь... Здесь стоит галка... System Defaults... То применится... Тут останется то... Что... В контроллере... Задано... Если галку снимаем... То мы можем назначить... Здесь... Host Name... То есть... Если у нас где-то есть... Служба DNS... То мы можем... Через host Name... Здесь можем задать... IPшники... И так далее... Я оставлю... По умолчанию... Потому что... Там... IPшники... Правильно... Так... Дальше... Терминал адрес... Это то же самое... Что было в Пилане... Конфигурация тех терминалов... Один в один... Без особенностей... Ну вот... Тоже может быть сделано... Через меню... Может быть... Интересная штука... Вот эта... Систик контроллер... В принципе... Общается через интернет... Только в своей сети... То есть... Только через VPN... В принципе... Достаточно... Ну... Достаточно безопасно... Тем не менее... В вашей сети... Всем доступен будет... Да... Если он будет здесь... Жив... Да... Здесь можно сделать что... Здесь можно добавить сюда... Юзернейм... Назначить им пароли... Дальше... Создается... Текстовый файлик... В общем... HT Access... Он называться должен... Обязательно... Без расширения... Без ничего... В этом текстовом файлике... Эти ваши юзеры... Перечисляются просто... Там они просто... Я их пробовал... Я их просто в столбик... Так... Напихал... Текстовый файл... Обычно блокнотом создал... Но... Сохранил его... Сохранил его... HT Access... Потом... Просто через проводник... Удалил... Это самое... Расширение текста... И через FTP... Положить надо... Это... Либо через FTP... Либо... Через USB... Да... Потому что... Через USB провод... Контроллер... Это познается... Как флешка... Mass Storage Device... Ну... Значит... Надо разложить... По тем папкам... Которым вы хотите... Чтоб доступ был ограничен... С паролем... К примеру... У вас там сейчас... По умолчанию... Так... У нас тут подключение... Имеется... Да... Значит... Я сейчас... Через FTP... Вот... 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 Ваш... Веб интерфейс... Да... Ну... Сейчас... Он здесь... Весь... Видите... Сделан... В корневой папке... В таком виде... Его можно защитить... Только один образом... Положить правку... Этот... HTACCESS файл... Подложить правку... Прямо... Сюда... Вот... В корневую... HTTP... Соответственно... При попытке доступа к веб интерфейсу... Браузер выбросит... Ну... Обычно... Как обычно... Выбросит запрос на... Юзернейм и пароль... Ну... Если вы хотите погибче сделать... Скажем... К этой странице... Допустим... Главную... Доступ... Пожалуйста... Смотрите... Если хотите... Да... Скажем... К переменам... Вот... 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 Сделать... Вам придется создать... Здесь эти папки... Внутри уже... Ну... Вот... И... Все... Кроме индекса... Разложить... Уже по папкам... Собственно... Сами страницы... Это... Страница variables... Страница статусов... Это... Логера страница... И... PGD... Своя страница... Туда сразу можно... Подложить... Вот... Этот файлик... Ну... Значит... Единственное... Что вам придется здесь сделать... В таком случае... Это... Соответственно... Немножко переписать... HTML... Да... С точки зрения ссылок... То есть... Учесть эти пути... Изменившиеся... Папки дополнительные... Да... Соответственно... Эд... Он здесь в списке... Еще один... Еще паспорт... Эд... Он здесь в списке... Ну... Соответственно... Разложили... В какие папки положили... Те и под защитой... Для... FTP... То же самое... Соответственно... FtAccess... Таким же образом... И... Этот... Пайлик... Подкладывается в те папки... Которые надо... Вот сейчас... Видите... Я зашел... Вести пароль... Без ничего... То есть... Если я положил... Корневую папку... Вот сюда... Если я сюда... Положу файл... FtAccess... То... Вот здесь... Мне придется уже... Ввести имя... Пользуется... Или пароль... Так просто... Я туда не зайду... Вот таким вот образом... Защищается... Просто... Я боюсь здесь... Создавать... Потому что... Я боюсь... Потому что... Я забуду... И потом... У меня начнутся проблемы... Видите... Здесь его не видно... Его нельзя никак... Посмотреть... Если я его забуду... То это... Кирдык... Вот... Чтобы не было никаких... Кирдыков... Я в общем... Этого обычно не делаю... Чтобы не забыть... Случайно... Так... Значит здесь... Юзеры... С паролями... Дальше... Сервера... Если у вас какие-то... Нестандартные сервера... Для... HTTP... Значит здесь... Надо будет поменять... И кстати... Здесь можно запрещать... Если надо... Веб-интерфейс... FTP... И так далее... Так... Дальше... Вот... Самое жесткое... Злое место... Protection... Код паспорт... Сталкивались... С системной переменной... Код паспорт... В Вантул... Это... Это та... Переменная... Которая защищает... Приложение... От его... Перезаливки... То есть... Вы загрузили... В контроле... Приложение... С этим паролем... Да... И дальше... Чтобы попищиться... По протоколу... Винлоуд... Контроллеру... Надо ввести пароль... Иначе... Вы его не перезалились... Все... Раздвергистые контроллеры... Как правило... Имеют пароли... По умолчанию... Там нет пароля... Там 0... Там нет никакого пароля... А... Некоторые компании... Ставят пароли... С тем... Чтобы не перезагрузить... Был контроллер... Ну вот... Но... Видите... В Вантул... Там этот пароль был... По-моему... Гиапазон у него был... От 0... До 9... 9... 9... Но... В принципе... Хотя бы террически... Подобрать можно... Здесь с этим все хуже... Здесь пароль... Поддерживает... Буквы... С числительностью к регистру... И цифры... Ведь можно такой пароль наваять... Что вы уже никогда в жизни его не подберете... Сразу вам не показывается... Вы его можете набрать... И даже не знать какой... Ну вот... Поэтому... Я вас прошу... Очень осторожно с этим... Если вы это сделаете... Не дай бог... Забудете этот пароль... То... Контроллер с этим... Паролем... Вам останется навсегда... С этой программой... Если вдруг... Нет... Хорошо... Если вы сразу написали... Все работает замечательно... Ну и пускай себе с паролем... Вот... А если вдруг надо ее обновить... То это до свидания... Бэкдора никакого нет... Все... Это... Это заявлено... Официально... И как бы неоднократно... Так... Ну и системные часы... Главное... Здесь... Здесь... Можно настроить... МТП сервера... Либо... Мануал... Либо... Теракс... С террой будет синхронизироваться... Тогда надо часовой поиск... Ставить... Соответственно... Вот... И так далее... Но я пока так... Я через поиск интерфейс... Правлю... В общем... Здесь можно настроить... Синхронизацию... Времени... Вот... Все... Собственно... Больше здесь... В этом меню нет... Ничего...